В хоккей играют будущие настоящие мужчины. Финальные сражения за звание обладателя золотой шайбы начались сегодня на Сочинском льду. За долгие годы существования турнир уже дал путевку в большой спорт многим известным хоккеистам, а с 2012 года получил статус международного. Это очень престижно играть, тем более такие спонсоры. На аренах, где проводилась Олимпиада, конечно, очень будет престижно для ребят. Для ребят это впечатление, это воспоминание, это на всю жизнь. Будут ли они из них, вот из этих 21 человек, будет ли кто-нибудь хоккеистам, не знаю, но дальше, посмотрим, впечатление будет, конечно, уйма. В суровый бой в этом году вступают ледовые дружины из Израиля, Китая, Беларуси, Казахстана и восьми регионов России. Всего предстоит провести 42 игры. Кроме того, в воскресенье пройдет галоматч между ветеранами хоккейного клуба ЦСКА и сборной турнира. В Сочи, сами понимаете, это место, это Олимпиада номер 22, которую весь мир знает, как здесь все прошло на высшем уровне. Здесь есть все условия для проведения соревнований, поэтому дети с удовольствием едут на олимпийские объекты. И если нам предоставляется, так вот, дают возможность на этих прекрасных спортивных сооружениях провести турнир, то, естественно, мы ей воспользовались. «Золотая шайба» – это спорт не только на льду, но и на киноэкране. В рамках турнира пройдет первый международный фестиваль спортивных фильмов, на котором покажут более 40 картин режиссеров из России, Франции, Чехии и других стран. Финальный матч турнира состоится 22 декабря.